Ищите развлекательный канал по тематике ML? У меня есть, что вам предложить. Динамично развивающийся канал Трекстерина. На нём вас ожидает отличный монтаж. Юморные пародии на гайды. Вторым скиллом Акай делает из этой лягушки лягушку-путешественниц. Ну, 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 типа вы поняли, да? Кидает я... А также эмоциональные стримы. В общем, зайдите и посмотрите. И если понравится, подпишитесь. По скрипту. Нет, он не платил мне 100 тысяч долларов за рекламу. Привет, друзья. С вами Зверько. И это зелёный гайд на нового танка Урануса. Танки, к сожалению, реже выпускаются по сравнению с другими классами. Но мы дождались неплохого представителя семейства танков. Конечно, в релизе он не такой имбовый, как был в первом выпуске на тестовом. Где можно было соло держаться против пятерых полминуты. Но и не так просто, как хотелось бы противнику. Перейдём к самому гайду. Эмблемы я предлагаю взять танковые. С перком, стойкость. Либо атака и защита. Дополнительным навыком оцепенение. Поскольку мы способны влезать в гущу врагов и дарить им его. К навыкам. Пассивный навык. Сияние. Именно его и панерфили. Поскольку очень уж имбалансным он был. Итак, как он работает. Когда наносит удар по Уранусу, он получает восстановление ХП каждую секунду на 8 секунд. От 2 до 9 за стак. Полный стак 20. Это значит, наш отхилл в полном стаке составит 40 ХП за секунду на первом уровне. И 180 на последнем. Казалось бы немного. Но сборкой мы усилим этот эффект. Фулл стак можно поддерживать, подставляясь раз в 8 секунд под несильный удар героя с руки, крипана линии или моба в лесу, чтобы не прерывать отхилл. Кроме того, каждый стак усиливает первый скилл. Саму пассивку в сборке мы можем усилить сапогами спокойствия и божественным вдохновением. Первый навык. Ионный предел. Уранус выпускает 2 диска, которые дважды наносят урон окружающим противникам. А также уменьшают их физическую и магическую атаку на 15%. А скорость передвижения на 40%. Все это держится в течение 2 секунд. Кроме того, за каждый стак сияния урон увеличивается на 3%. А это 60%. Этот навык отличный массовый дебаф, который мы тоже усилим в сборке при помощи господства льда. Второй навык. Превосходный страж. Уранус создает энергетический щит вокруг себя. Кроме твердого показателя 800 единиц на 6 уровне, щит зависит и от магической силы. Щит действует 4 секунды и дает уранусу иммунитет к замедлению. А еще одновременно ускоряет перемещение на 10%. Вокруг урануса вы заметите светящееся поле. Если на противниках в пределах этого поля будет наложен контроль, вроде того же от спинения, они получают урон. Притом за каждый контроль. Но и это не все. Если действие щита закончится или щит будет сломан, все противники в пределах свечения получают урон. Это просто мегаскилл какой-то. И щит, и ускорение, и урон. Урон, красота. Ульта, святость. Уранус останавливает энергии цель, нанося урон. После чего стакает себе 6 единиц свечения и тянет себя к цели, также немного сближая ее. И опять наносит урон в 2 раза больше предыдущего. Поскольку это не только оглушение, но и перемещение противника, мы можем сбивать касты и ловить в полете фани. Урон не сказать, что огромный, но ощутимый. Кроме того, неплохо показывает себя как начало инициации. Тактика. Тактика базовая для танков. Лес мы забираем медленно, но можем использовать его для отхила. Особенно собрав первый предмет. Наша задача зонить противника и знать механику щита. Дело в том, что щит не считается за хп героя. Это как отдельная полоска. Урон по щиту не дает вампиризма. Как и не дает сработать шипованной броне хозяина щита. С щитом, например, неплохо контрить навыки, связанные с максимальным хп, вроде ульты Лесли. При инициировании боя помните, что вы ускорены и не замедлены, а союзники могут не успеть к инициации. Поэтому следите, что летит и в союзников. Удобная комбинация для инициации. Включаете щит, ультуете, прожимаете оцепенение, жмете первый скилл. К этому моменту должны подоспеть союзники и отстреляться по ослабленному противнику. Чувствуете, дело пахнет керосином, отходите на восстановление. Восстановиться можете прямо на линии или в лесу, если маны достаточно. О опасностях. Уранус боится антихила. Вот, пожалуй, тактики из крупного все. Сборка. Танковая сборка, как всегда, гибкая, но очень рекомендую первые три предмета с учетом временного. Самоцвет. Да, стоит он 700 голды, но он позволит восстановиться в критические моменты и реже бегать на базу за маной, а значит не пропускать фарм. Тем более потом продадите. Сапоги спокойствия увеличат наш основной плюс отхил. Божественное вдохновение. Еще больше отхила от полученного урона. Проклятый шлем. Защита от магии и нанесение урона противнику. Шипованная броня. Если есть против нас автоатакеры. Недавно был свидетелем, как на легенде Лолита в моей команде против четырех противников с магическим уроном и одной руби собирала первым шипованную броню, чья пассивка работает только на атаку с руки. Я не нашелся, что сказать такому индивиду. Следующий берем. Щит Афины. Больше щитов в богу щитов. Как говорится. И Господство льда. Увеличит замедление вносимое нами и уменьшит кд навыков. В целом, даже понерфленный уранус мне нравится. А уж рейтинг расставит его место в мете. На этом все. Делитесь видео с друзьями. Враги пусть остаются в неведении. Ставьте лапки. И всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!